Продолжение следует... 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 как правило, предшествуют размножению, они совершают небольшие миграции, и затем могут оказываться на новой территории. Новая территория — это не только менее знакомая территория, которой труднее ориентироваться, но это еще и резиденты, у которых есть территориальная агрессия. И поэтому для того, чтобы на этой новой территории выжить, нужно быть менее пугливым, более активным, агрессивным, активнее ухаживать за самхой и желательно оставить больше потомства, потому что в новой среде шансы на выживание родителей и потомков снижаются. Поэтому чем больше потомства, тем лучше. И нам кажется, что на самом деле эта гипотеза, правильная для насекомых, для этого вида, вообще-то может быть расширена и на другие организмы, потому что представление о том, что движение приводит к тому, что животное с большой вероятностью может оказаться в новой среде, предполагает такую преадаптацию к этому возможному попаданию в новую среду. И вот все эффекты, которые на сегодняшний день описаны и у позвоночных, и у беспозвоночных, как нам кажется, хорошо согласуются с этим предположением. На этом слайде я просто хочу вам показать, что влияние того же полета у насекомых, это действительно очень сильное влияние, это не что-то, что собирается по крупицам. Вот здесь наверху показано то, как ведут себя самки сверчка после трех минут вызванного полета в большой арене, которой они никогда не были, это именно новая территория для них. За ширмой спрятан динамик, который транслирует призывную песню самца. И если вы посмотрите, то на двух верхних графиках уже видно, как отличаются треки первых шести животных. Внизу показаны тепловые карты, на которых уже большая выборка. Но и очевидно, что такие изменения приводят к очень выраженным и достоверным статистическим различиям. Это как раз пример того, как после всего трех минут интенсивного полета адаптируется поведение животного в новой среде, и самки сильнее отвечают на призывный сигнал. То есть вот та самая активация репродуктивного поведения и ориентации в новой среде. Несколько лет назад нам захотелось придумать какую-то похожую модель со стимуляцией интенсивной локомоции на другом нашем объекте, с которым мы работаем. Этот объект замечательен тем, что у него удобные для исследования нейроны. И мы использовали модель с низким уровнем воды, которая действительно активирует у этого животного более энергоемкую форму локомоции. Она требует сокращения мышц, подтягивания раковин, потому что уже не компенсируется вес раковины. Более того, в естественной среде такое перемещение тоже может приводить к тому, что животное оказывается в менее знакомой среде. Это локомоция, это поведение действительно существует у них и в норме. Ну и в первой нашей работе мы показали, что животные после двух часов таких тренировок, когда их помещают в новую среду, на сухую арену, они, во-первых, быстрее начинают действовать, они быстрее принимают решения, они меньше вращаются вот здесь в центре, и у них сохраняется более высокая скорость локомоции. Они быстрее убегают из этой неблагоприятной среды. То есть вот опять ту же закономерность, мы здесь видели, что вроде бы два часа было интенсивных тяжелых тренировок, тем не менее после этого животные становятся более активными и быстрее принимают решения. Точно так же, как у сврачков, но немножко по-другому, мы увидели у них активацию репродуктивного поведения. На следующие сутки улитки, которые трудились в течение двух часов, откладывали гораздо больше кладок и икры. То есть действительно происходит стимуляция репродуктивного поведения. И еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что обе формы поведения, и интенсивная локомоция, и репродукция, это энергетически затратные формы поведения. Поэтому если это происходит, это действительно должно иметь какое-то биологическое обоснование. При этом мы видели также, что меняются характеристики нейронов, которые отвечают, собственно, за секрецию гормона, откладки яиц, и менялась экспрессия этого гена в нервной системе продовика. Интересно, что вот такую стимуляцию репродуктивного поведения у продовика можно получить, если мы просто будем повышать содержание серотонина в нервной системе. Это работа в Воронежске, это какое-то время назад было показано. И у этого объекта есть большая группа серотонинергических клеток, которые непосредственно контролируют локомоции. Они посылают отростки в ногу, секретируют серотонин там, активируя мышцы и реснички. А кроме того, как было показано в работах Ильича Стопольского, эти нейроны насыщают серотонином межклеточное пространство, межклеточное пространство между нейронами. И эта концентрация очень эффективна, она влияет на нейроны. Это можно видеть, используя, например, нейрон как биосенсор, подводя его к ганглиям. И вот в 2019 году мы показали, что такая интенсивная локомоция приводит к изменению электрических характеристик этих клеток. То есть нейроны сразу после интенсивной локомоции, вот здесь и это exercise, характеризуются даже после полной изоляции из нервной системы, более дополяризованном состоянии, у них выше электрическая активность. И интересно, что память об этом поведении, она сохраняется. То есть даже через 2 часа после прекращения интенсивной локомоции, здесь это exercise rest, такое сокращение, вот изолированные нейроны все еще остаются деполяризованными. Кроме того, меняется межклеточная среда, тоже то, что было показано в этой работе. И здесь мы впервые обратили внимание вот на это интересное состояние. Потому что здесь уже 2 часа, как животные находятся в привычной обстановке, их возвращают в аквариальные условия. Тем не менее, при изоляции оказывается, что нейроны все еще более дополяризованы, то есть сохраняется память о прошлом поведении, и меняется межклеточная среда. Причем эти изменения отличны от того, что мы наблюдаем сразу после интенсивной локомоции. Еще интереснее стало, когда мы посмотрели, как меняются метаболиты серотонина в педальных ганглиях продовика при тех же самых условиях. Вот неожиданно оказалось, что именно это состояние отдыха после интенсивной локомоции вызывает наиболее сильные изменения всех метаболитов серотонина в педальных ганглиях. Причем этот эффект проявляется даже на фоне 4 часов непрерывной локомоции. Что говорит о том, что здесь именно переключение от интенсивной локомоции к некоторому отдыху, а не просто время, которое прошло после локомоции, приводит к тому, что у нас есть такой всплеск некоторого метаболизма серотонина. Ну и вот последний год мы сделали наконец транскриптомы центральной нервной системы продовика для тех же самых состояний. То есть сразу после интенсивной локомоции, через 2 часа интенсивной локомоции и через 2 часа отдыха после этой интенсивной локомоции. И посмотрели, ну мы действительно увидели несколько десятков генов, которые достоверно меняли свою экспрессию сразу после локомоции и через 2 часа отдыха. Но мы опять увидели здесь очень интересную вещь, что у нас разные группы генов отвечают на эти два состояния. Причем и то, и другое достоверно отличается от контроля. Но это разные группы генов. Как это можно увидеть? Вот здесь по оси Х показаны изменения сразу после интенсивной локомоции по отношению к контролю. По оси Y изменения после 2 часов отдыха, после интенсивной локомоции, вы видите, что точки как бы жмутся к осям. Это свидетельство о том, что это действительно разные группы генов, которые меняют свою активность. Ну и здесь на графике справа показано примерно то же самое. Здесь вот каждый маленький столбик, который предшествует большому, это количество транскриптов, которые изменились и в той, и в другой группе по сравнению с контролем. И после этого нам показалось интересным сравнить не только эти две группы с соответствующими контролями, но и между собой. И такая махинация привела к тому, что мы здесь достаточно неожиданно для себя увидели обогащение большой группы генов, которые связаны, которые гооанализ ассоциируют и кластеризируют как гены, связанные с cognition, обучением и памятью. Это группа генов, которая активировалась. Кроме того, здесь произошло деметилирование большой группы молекул, что тоже указывает на изменение эпигенетических характеристик нейронов и на деконденсацию, возможно, кроматина, что очень похоже на то, что описано у позвоночных. Ну и в заключение, время мое уже подходит к концу, я хочу напомнить о том, что я успела рассказать в отношении нашего объекта. Да, вот здесь сказано, что речь идет о возможных механизмах влияния интенсивной локомоции, а в скобочках написано при адаптации к новизне. Да, потому что нам нравится гипотеза, которая объясняет те поведенческие эффекты, которые мы видим после интенсивной локомоции, как механизмы, которые позволяют животному адаптироваться к новой среде. Ну, во всяком случае, вот таким соусом нам нравится подавать эти результаты. И я успела рассказать о том, что меняются долговременные биофизические характеристики нейронов, которые сохраняют память о предыдущем поведении, меняется экстрасинаптическая секреция некоторых медиаторов. Мы показали это для серотонина и дофамина. Эти изменения отражаются в уровне экспрессии генов. И вот такой неожиданной находкой для нас стало то, что отдых после интенсивной локомоции – это не просто некоторое особое состояние, которое характеризуется совсем другим состоянием и на клеточном, и на метаболическом, и на эпигенетическом уровне, но, возможно, именно оно наиболее перспективно для изучения молекулярных механизмов влияния интенсивной локомоции именно на когнитивные функции. Спасибо. У меня на этом все. Большое спасибо за доклад. Но у нас есть немножко времени на вопросы. Пока вопросы будут, я тоже задам вопрос. Можно? Да, конечно. А вот, смотрите, вот птицы перелетные, у них, наверное, тоже какие-то есть изменения? Их, наверное, есть какие-нибудь данные или нет? То есть вот у них точно есть длительный перелет? Да. Есть ли неизвестно? Да, и по птицам есть, и я просто не успела рассказать, что есть замечательные работы, которые сделаны в поле именно на животных, которые совершили большие миграции. Это грызуны. И была возможность сравнить характеристики пришельцев с характеристиками резидентов, поведенческие характеристики. И вот весь спектр эффектов, более высокая активность, более низкая тревожность, более высокая любознательность и вообще более быстрый ответ практически на все варианты стимулов. Вот. Это было на них показано. То есть действительно очень похоже на то, что видят на лабораторных мышах и крысах, когда просто заставляют их бегать в колесе. То есть, возможно, часть вот этих эффектов, которые наблюдаются, это именно результат длительного передвижения. Спасибо. Спасибо. Алексей Петрович. У меня вопрос, на самом деле, почти про то же самое. Мне просто интересно, вот эта вот длительность, ну там, ползания, летания и так далее, как она вот сопряжена с последующими эффектами? Потому что я бы как бы в природе, да, у вас там просто вот те эксперименты, которые вы использовали, это там, ну, как вы говорите, три минуты, там, или четыре минуты, да, там, или какое-то ограничение. А в природе они реально там могут почти целый день путешествовать, я так понимаю. И это, ну, собственно, по своему эффекту будет, ну, немножко другое, чем просто, ну, такое вот летание там по какой-то коробочке, да, и вот просто в чем, вот, вы предполагаете, может быть, это описано, вот это вот, собственно, какие еще механизмы начинают задействоваться, если еще дольше, 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 дольше. Да, ну, есть на позвоночных как раз много работ, которые сравнивают самые разные режимы тренировок. Там очень короткий бег, например, однократный бег в течение 20 минут, и там регулярная, повторяющаяся, или очень длительная, изнуряющая, да. И понятно, что мы будем получать несколько отличающиеся эффекты. То есть понятно, что можно забегаться до полного изнурения. Это транслируемо на природу, то, что вот вы показываете, да, насколько вот оно реально транслируемо на то, что, ну, животное действительно вот, ну, там, не знаю, та же улитка там, или там, я не знаю, сверчок, да, насколько это соответствует тому, что там будет реально в природе. Вот если у вас такие коротковременные, да, там это все-таки может быть более такая протяженная штука. Ну, там может быть действительно по-разному. И мы не утверждаем, что это все обязательно должно быть в каких-то очень фиксированных рамках. Но просто вот на сегодняшний день нам кажется, это единственная гипотеза, которая более-менее объясняет те эффекты, которые наблюдают после активации интенсивной локомоции, причем действительно в далеких эволюционном отношении видов. Понятно. Спасибо большое. Спасибо за очень интересный доклад.